Молекулярная электроника Молекулярная электроника Молекулярная электроника Центр оценки квалификаций. Мы участвуем в проекте «Вход в профессию». В учебном центре мы разрабатываем программы дополнительного профессионального образования, в которые встраиваются инструменты независимой оценки квалификаций. Я коротко успею сказать, наверное, об этом. В центре оценки квалификаций, собственно говоря, мы генерим тот самый инструментарий. Сейчас я коротко скажу об обзоре наших проектов по МЦОКу. И у нас есть в структуре образовательная организация, которая все то же самое делает в интересах других предприятий, смежных, партнерских, развивая сетевое взаимодействие. Потому что мы делаем отраслевые проекты в рамках и развиваем сетевое взаимодействие. Коротко обзор наших проектов. Я бы их разделила на две части. Это проекты, связанные с федеральным проектом внешней оценки качества подготовки студентов, то есть качества оценки образования и оценки уровня подготовки специалистов. Здесь мы, конечно же, ведем оценку специалистов. У нас более 400 процедур ДОК, которые закреплены в реестре национального агентства. Мы уже давно участники проекта по встраиванию инструментов независимой оценки квалификации в промежуточную итоговую аттестацию. Это то, что говорила Ольга Алексеевна, и у нас порядка 400 студентов, прошедших этот адаптированный экзамен. И с этой целью мы создаем и развиваем в вузах экзаменационные площадки. Поэтому, конечно же, я всегда в вузы призываю к сотрудничеству в этом плане. Сейчас у нас такие площадки в Воронеже, Воронежский государственный университет и Кубанский государственный университет. Мы, конечно же, очень хорошо владеем разработкой инструментариев, отраслевых стандартов, квалификаций и оценочных средств. Второе направление проектов в области отраслевого образования – это отраслевая подготовка кадров. Здесь бы я выделила два направления, которые мы очень активно участвуем и развиваем. Это все, что касается внедрения инструментов независимой оценки квалификаций в процедуры управления персоналом и в процедуры управления качеством. И я проведу буквально несколько примеров, куда у нас это встроено. И то, что я упомянула, это разработка программ ДПО, в рамках которых развиваем, конечно же, сетевое взаимодействие. И очень важно нам создавать сетевые программы. И тоже пример такой программы в конце упомяну. Наверное, буквально несколько слов по тому, как это работает в управлении персоналом. Значит, в качестве примера ключевой HR-процесс – это оценка персонала. Мы HR-ы практически универсальны в этом подходах к оценке. И проводим мы по трем направлениям. Это оценка эффективности деятельности, оценка корпоративных компетенций, оценка профессиональных компетенций. Вот здесь, на данном слайде, показано, где мы встраиваем именно инструменты независимой оценки квалификации. Это в оценке профессиональных компетенций, наряду с аттестацией. Конечно же, независимая оценка квалификации не решает вопросов, не заменяет аттестацию, не решает вопросов организационно-штатного характера, которые решают аттестацию как понятие трудового кодекса. Независимая оценка квалификации здесь, в данном случае, служит как инструментом развития, выявлением квалификационных дефицитов и формирование индивидуальных траекторий развития. Еще очень важным моментом, еще важный кейс, конечно, за всем этим стоит очень большая работа, это встраивание процедур независимой оценки квалификации в процедуру управления качеством. Все производственные предприятия знают о том, что подход к системе управления качеством, он не только в области описания процессов, но и соблюдения соответствующих остов при производстве продукции. В частности, у нас микроэлектроника и наши основные ГОСТы, в рамках которых мы обеспечиваем выполнение государственного заказа, это ГОСТы 11.09.98 и 11.09.99. И здесь в стандарте предприятия наш стандарт предусматривает две процедуры, эти ОСТы предусматривают обязательное прохождение процедуры оценки и аттестации для сотрудников, для инженерного состава, которые задействованы в выполнении ответственных операций, и наш стандарт предполагает две процедуры – это независимую оценку квалификаций и аттестацию. Хочу сделать продолжение того, что заинтересовало в частности Юлию, это опыт разработки квалификаций. Как практик применения такого механизма управления персоналом могу точно сказать, что мы сейчас подошли к тому моменту, когда мы использовали все возможности независимой оценки квалификации в аттестации в рамках ГОСЗаказа. То есть дальше у нас нет инструментария, мы не можем дальше аттестовывать непосредственно, потому что нет квалификаций. Нам требуется или разработка новых квалификаций, которые сейчас нет, не разработаны, или же мы приходим к тому, что очень много смежных квалификаций, то есть, скажем так, наша должность предполагает набор квалификаций в одной должности. Поэтому должен был какой-то, если говорить о развитии системы, должен быть какой-то очень гибкий механизм формирования квалификации для того, чтобы можно было проводить процедуру. И поэтому наш стандарт предусматривает также и аттестацию, потому что там, где нет инструментария, то есть независимую оценку квалификации провести мы не можем, то есть там, где не разработана квалификация. Поэтому я считаю, что у системы, у национальной системы очень большой потенциал в плане дальнейшего разработки и описания квалификаций. Вот дальше я бы хотела буквально несколько слов сказать о разработке программ ДПУ. Основная наша особенность заключается в том, что мы встраиваем инструменты независимой оценки квалификаций в эту разработку. У нас две модели, значит, работы с квалификационными дефицитами. И наша разработка связана всегда с выявлением квалификационных дефицитов. Первая модель предусматривает подготовку к прохождению независимой оценки квалификаций. И, соответственно, это первоначальное обучение в конце, скажем так, проверка знаний, потому что это обучение разрабатывается на основе профстандарта, с привязкой к профстандарту. А второй механизм – это как раз выявление квалификационного дефицита на основе независимой оценки квалификаций. И формирование, уже отталкиваясь от квалификационного дефицита, обучающих программ. Соответственно, действительно, у нас сейчас есть индивидуальные планы развития, которые отталкиваются от такого выявления квалификационного дефицита. И набор программ, которые, соответственно, работают на вот это устранение. То есть квалификационный дефицит – это разница между тем требуемым набором компетенций и, собственно говоря, набором персональных ресурсов, которым обладает наш специалист. Я хочу привести пример в конце, потому что времени мало, я так скажу, совсем коротенько. Пример сетевой программы, которую мы разработали. И с встраиванием независимой оценки квалификаций в эту программу. Эта программа, описание этой программы, вы можете найти на открытых ресурсах. Вот StartBase, в частности, это программа производства изделий наноэлектроники на основе применения новейших материалов в высокотехнологичном оборудовании. Также можно посмотреть модули этой программы. Она достаточно большая. Это технологическая программа по микроэлектронике, достаточно инновационная. И основное, что, конечно, было особенно в этой программе – это методика проектирования. И в методике мы отталкивались от выявления квалификационных дефицитов. Эта программа сетевая, потому что мы делали это с партнерами, индустриальными партнерами. И нашим партнером выступал Фонд инфраструктурных программ как информационный партнер. И поэтому это удачный пример сетевой программы, которую мы хотели бы уже тиражировать, скажем так, с ВУЗами и с нашими индустриальными партнерами в дальнейшем. Вот коротко, собственно говоря, о опыте НИИМЭ по механизму внедрения независимой оценки квалификаций. Спасибо. Удачи. 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 Удачи.